я рад приветствовать кто заглянул на канал и давайте вот дальше кому интересно рассматривать 3d код в блендер 281 я уже рассматривал вопрос как рисовать именно проецируя на модель картинку и по картинке рисовать ну вот и здесь такой же вопрос хочется рассмотреть чтобы зеркально по каждой программе было именно вот состыковка как в блендер как же браз как 3d core погнали разбираться закрываем вот эту вот окошку файл импорт модель для попиксельного рисования открываем и в этот раз я буду использовать голову боба находим где она расположена вот боб голова все теперь сейчас высветится подтверждением загрузки и будем дальше уже с ней работать чем еще программа прикольная вот окошко высветила здесь можно настройки уже кто продвинутый менять но я оставляю все так как есть и вот ждем теперь опять модель чем хороша именно 3d код что когда она что-то грузит можно ее отключать как и блендеры вы можете закинуть модель допустим и зайти в youtube или еще куда-нибудь в папку в какую-то а модель будет грузиться в забрать такого нет если что-то программа делает то уже выходить с нее нельзя иначе она вылетит насчет как ну пойдет типа сбой может предложить завершить или подождать но такой функции там нет вот такой персонаж подгрузился сейчас он в перспективе можно выключить перспективу нажав на этот кубик вот теперь вот он такой какой есть на самом деле правая кнопка мыши отдаляет приближает левая крутит вертит колесико перемещает с точки в точку по экрану так теперь что нужно сделать нам нужен материал именно картинки вот сюда вот подгрузить можно свернуть программу вот у меня находится здесь три картинки в png в jpeg и в bmp вот вы можете любую использовать просто взяв и перетащив ее вот именно в программу бросив на окно высвечивается вот такое окошко создать новое перо создать новую ленту добавить референс изображение но нам нужно создать новый материал мы нажимаем и опять же в ожидании вот появляется новый материал здесь вот настройки можно сохранить мы его сохраняем немножко ждем и вот появляется у нас вот это вот картинка вот она надо ее теперь именно персонажу подгрузить она вот маленькая если она не появилась не паникуйте вот здесь есть увеличение и вот так вы можете ее левой кнопкой мыши увеличить также здесь вы можете передвинуть вот так вот так же можно крутить двигается она вместе с мышкой правая кнопка нажимаете вот моделька здесь проецируется вот эту можно отнести в бок окошко мы погнали дальше рассматривать так немножко еще можно подкорректировать по глазам поймать моя картинка именно не симметрично так что будем уже с ней так работать здесь вот у нас прозрачность окна предпросмотра можно поставить допустим 60 вот вы видите что уже модель виднее также можно поставить побольше кисть радиус вот он использовать так вот это вот можно переносить вниз кому как удобно здесь вот у нас находится давление прозрачность и вот это блеск можете работать и с тем и с тем можно с краской с давлением все вместе работать тут кстати это все дело есть настройки вот так вот так здесь вот повернуть можно персонажа потом подвинуть и будет зеркалка потом можно именно назад повернуть можно так повернуть так можно подкрутить подправить картинку если она вдруг кривовато где-то не так стоит вот вы видите что она вертится крутится что еще можно сделать вот вкладке paint вы можете нажать искажение картинки колесико уменьшает перо также можно его здесь уменьшать тоже давление уменьшать увеличивать и вот вы можете именно ухо картинки подтянуть вот на это ухо вот так как то если где-то нос подтянуть можете подтянуть нос вот где-то есть допустим губа можно ее вот эту часть подтянуть именно к вашей губе на картинке если глаз где-то то глаз можно подвинуть чисто двигаете картинку только вот тут вот так вот можно подвинуть вот таким вот образом так что еще можно рассмотреть искажение картинки сброс искажения вот вы можете его сбросить так повернуть отвернуть загрузить искажение сохранить искажение и так далее ну будем красить чуть-чуть искажение поставим вот так и немножко картинку подловим именно глаз вот так если картинка где-то большеватая то можно ее чуть-чуть уменьшить и опять же перетащить прозрачность можно поставить поменьше пока где-то не 30 а 40 и вот вы ловите именно глаз глаз вот так вот чуть-чуть мешает выскакивающая менюшка вот поймали вы допустим глаз у вас стоит искажение картинки чуть-чуть натягиваете ухо вот так вот уменьшаете уменьшаете кисть ставите на пейнт ну и можно уже красить вот так вот вот таким вот образом можно перо ставить побольше и вот так вот происходит раскрашивание модели одновременно вы можете посмотреть здесь вот в боку как красится все это по развертке вот такая штукенция чтобы покрасить вторую сторону можно вот повернуть модельку и немножко ее опять же поймав глаз вот так вот и по ней уже покрасить стараемся не залазить на другую половину вот так все это дело происходит теперь можно все это закрыть close и немножко подкорректировать так идет сохранение уменьшаете кисть и вот так вот вы видите что в боку у вас уже установлен цвет именно какой вы красили и немножко здесь вот так вот это все дело можно подобрать ну вот получается вот такой вот персонаж здесь вот можно еще побольше ему покрасить что-то что-то можно здесь подобрать немножко еще оттенок потемнее допустим нажать ок вот так уже где-то будет интересней кисточку можно уже побольше вот таким вот вот таким вот ну вот получился вот такой вот персонаж здесь вот можно теперь подобрать именно ему цвет волос где-то что-то докрасить добавить какие-то оттенки ну вот такая вот прикольная штука так попробуем нажать в в английское или м и попробуем подобрать теперь цвет так отмена вот поймался конечно немножко другой но вот здесь оттуда посветлее вот так где-то можно разные цвета использовать принцип такой же как и в the brush и в блендер но здесь попроще все кисточку побольше немножко вот так все это дело красим вот таким вот образом стараемся не залазить куда не надо так теперь нажимаем в английскую или м меняется цвет на тот который находится на персонаже и вот теперь здесь его подгадываем как достала эта реклама ну вот так вот здесь перетягиваем зажатое колесико чуть-чуть поднимаем здесь вот жмем опять в английскую чуть-чуть вот так вот как окрашиваем немножко нажимаем темного цвета и немножко можно интенсивность давления чуть-чуть уменьшить вот так до 20 немножко вот так где-то оставить какие-то темные части да это тоже это не все вы как это вот ну вот получился по берегам вот такой персонаж теперь можно опять вызвать текстуры нажать на материалы нажать на вот этот на этот материал картинку здесь можно теперь вот эту картинку немножко уменьшить и увести в бок так чтобы не мешалось допустим здесь можно ее спроецировать сделать чуть чуть точнее и использовать можно вот ss вот этот оттенок насыщенность осветленность его можно осветленность уменьшать допустим со 100 процентов на 70 нажать enter это вот преобразуется картинка теперь что можно сделать можно вот здесь высота прозрачность поставить сейчас я вот это все вытяну поближе вот свойства слоя тоже можно изменять изменить глубину высоту слоя усилить глубину так ну давайте вот поставим высота слоя ну допустим 25 и нажимаем enter ждем сейчас все это дело подгрузится и модель будет изменена по внешнему виду вот 25 изменение глубины установилась высота слоя теперь можно также работать вот с этим блокировать прозрачность вот можно здесь ставить яркость допустим 40 так не 40 25 процентов и все это дело применять так что еще можно навести модель вот сюда так вот так я поставлю пока так же можно и тайлить делать многое забыл вот можно играть с контрастностью картинки гамма коррекция вот уменьшать тоже осветленность вот так можно модельку сделать вообще прикольный зеленый красный оранжевый фиолетовый вот так вот кубический цилиндрей сферический камера юв мэппинг так как камеры ну вот в принципе вот такие свойства трансформируют маску и материал вместе вот теперь можно подождать вот можно со стандартного освещения пройти на любое вот допустим такой кого включить карта нормальный вычитание сложение насыщенность тут можно менять именно вот объекту добавить глубины и вычесть глубину увеличить глубину так вот вот опять же вариант для изменения внешнего вида персонажа ну и можно вот поставить стандартно если кто-то забыл нужен предыдущий цвет вот такая вот штука получается ну опять же ожидание чуть-чуть у меня виснет вот вот такой вот персонаж вот такие возможности опять же красить можно используя вот эти перья кисточки любую альфу брать и по цвету ей уже красить типа порой там еще что то опять же можно использовать силу давления и блеск которые мне не понравились так ну вот все где-то вот такая информация все всем пока до свидания